так да коллеги у нас пошла запись сейчас я настрою демонстрацию facebook да рад вас приветствовать меня зовут андрей крылов и сегодня с нами марина федорова и мы будем говорить о развитии детского туризма вот на комплексе ясно это деревня шауши чебоксарский район чебоксарской республики правильно назвал правильно да да именно так вот мы да я знаю что большинство нас видит записи вот действительно если кто-то нас сейчас видит вот я вижу что несколько человек присоединяется то собственно задавайте вопросы в чате и также в фейсбуке в группе развития территории мы сейчас делаем эту трансляцию марин представьтесь короткой потом у нас такой формат я запущу презентацию вы будете рассказывать я буду помогать вам ее листать вот и по ходу буду какие-то уточняющие вопросы задавайте также может быть вопросы ну вот от коллег я тоже буду зачитывать или в чате тоже вы сможете видеть расскажите несколько слов о вас о том о чем что вот будет ближайшие там 40 50 минут пожалуйста расскажите благодарю меня зовут марина как меня уже андрей представил я руководитель этнографии этнографического теперь уже хотя официально у нас это на экологический комплекс ясно но история была такова что когда мы решили сделать экологическую деревню сертификации сертификации к продукции нас на это время вселенная просто остановила и дала возможность нам осознать и понять что на том земельном участке на котором сегодня располагается ясно в переводе с старославянского означает осознанность и просветленность это место оно особое оно священное для наших древних прародителей и соответственно просто деревни мы там построить не смогли ситуация сложилась таким образом что за четыре года наша экологическая концепция превратилась в этнографическую деревню и вся концепция этнографического комплекса была разработана и мы с ней вошли в федеральную целевую программу развития внутреннего туризма и вот благодаря федеральной поддержке в том числе и на субсидиям которые были выделены для того чтобы мы смогли построить коммуникации на в нашем проекте мы стали развиваться поначалу изначально я спрошу технически видно сейчас слайд да все в порядке да да спасибо видно все хорошо наш наш комплекс когда мы вошли с нашим проектом федеральную программу нам конечно сразу стало легче потому что пошли субсидии пошло развитие но мы изначально четко для себя поставили цель и задачу что наш контингент и наш потребитель это дети дети 6 плюс соответственно до 18 но самое удивительное что последние два года нам вселенная говорит что опять мы не правы потому что в последние два года взрослых становится больше и больше теперь их уже даже больше чем детей хотя все равно основная фишка развития проект именно детский туризм и в области детского туризма я уж так коротенько скажу что у нас все лучшие практики детского туризма в российской федерации это все наши проекты их 24 разных программы 24 разных проекта адаптированы под разную целевую нашу детскую аудиторию младший возраст средний возраст старшие классы и соответственно вот эти 24 программы они все лауреаты российских конкурсов и это огромный плюс это подспорье потому что даже в ситуации коронавирусной истории мы все равно благодаря качественному программному продукту все равно как-то существуем выживаем и стараемся держаться на плаву хотя многие наши туроператоры просто просто позакрывались тем более с детским туризмом есть маленькие минусы в том числе он является плюсом в том что это как бы преимущество в том что у нас в чувашской республике на сегодняшний день детским туризмом занимаемся практически одним и одним и поскольку работа с детками достаточно сложно я вообще считаю что тот туроператор который научился работать с детьми ему ни почем любая даже самая очень такая притязательная аудитория без разницы кто дальше поедет если научился держать внимание ребенка 45 50 минут в качестве экскурсионного маршрута то это уже огромный плюс для и гидов экскурсоводов и для сотрудников нашей области туризма это очень важно но с другой стороны поскольку мы одни и детский туризм не сильно развит тем не менее вот это естественно уже в том что по крайней мере по крайней мере что вот эти бесконечные согласования вы знаете да наши требования же и для всех регионов одинаковые согласовать с гибдд согласовать с министерством образования с управлением образования точнее города а не дай бог еще вот какая-нибудь коронавирусная история еще не знаем чего то есть огромное количество разных разных есть таких вот затычек не затычек каких-то таких спотыкалочек которые вам приходится проходить правильно я услышал вопрос на понимание что вот ну ваши проекты для детей туристические наиболее признаны в россии да тезис да у нас лучшие детские практики очень много вы назвали число вот меня на очень да у нас 24 программы топовые из них все являются лауреатами да там уже есть производные небольшие такие отклонения ну с точки зрения там солевой аудитории и так далее и так далее но это тема знаете какая я вам скажу то есть мы стоим на фундаменте мировоззрения нас называют музеем под открытым небом а мы близко находимся к столице города чебоксары чувашской республики транспортная логистика у нас шикарная идеальная место у нас великолепное потому что это священная дубрава в бывшем и естественно экологически чистое место полянка в лесу то есть и природа и логистика нам просто на руку была дана для того чтобы мы максимально в короткие сроки нашу ясну выдвинули на российские уровни на российский рынок вот следующий слайд можно андрей да уже включить вот я уже начала говорить о том что в ясне все по-другому во первых сама сама атмосфера сама энергетика особая поскольку здесь место силы и 400 летний с небольшим дуб растет соответственно вот это место энергетическим как место силы она работает очень хорошо и люди которые сюда приезжают естественно окунаются вот в эту атмосферу позитива природного позитива и у них уже идет перенастройка кроме всего прочего вся наша деревня она выстраивается по технологиям древним на по старинным методикам и те кто приезжает сразу обращает внимание на то что мы как сказку попали почему как сказка потому что деревянные рубленные дома с наличниками ни разу не повторяются наши наличники мы их собирали по всем районам и по нашим диаспорам других регионах страны то есть у нас следующая будет экскурсия это о чем рассказывают нам наличники и узоры и орнаменты на избах и на домах это тоже целая тема вот но основы в любом случае я уже говорила является мировоззрение для нас очень важная задача дать и каким образом можно зная мудрость наших прародителей зная законы вселенной здесь и сейчас быть счастливым успешным гармоничным богатым свободным человеком и вот результаты это я вот говорю не голословно почему потому что уже тысячи наших гостей нам говорят о том что дети как будто их подменили то есть они абсолютно становятся другими они становятся более осознанными и начинают понимать что они сами отвечают за свою жизнь они начинают понимать как формировать эту судьбу как свою жизнь выстраивать счастливый успешный то есть наши древние сказки и легенды оказались потрясающим кладезем тех знаний которые сегодня нобелевские лауреаты открывают и вот благодаря вот этому нестандартному подходу к экскурсии к туристским маршрутам соединение мудрости древности предков сказки легенды философии мировоззрение фольклор обряды и так далее так далее быть в конце концов домостроение выстраивание отношений в семье и так далее преломленные через изучение наших исследований наших современных ученых и нобелевских лауреатов открытия вот они дают такой потрясающий результат поэтому конечно же конечно же ясно она особая почему и название такое же осознанность и просветленность ясность и человек который сюда приезжает у него внутренние ощущения особенно дети они чувствуют такой знаете перезагрузку во первых они попадают в иной мир где все по-другому и самое главное что отмечают наши дети они говорят так как будто бы к бабушке деревню и действительно в традициях нашего народа ко всем детям относиться как собственным детям у нас даже до сегодняшнего дня современной чувашской деревне если вы поедете встретите какую-нибудь бабушку там на улице она с вами здороваться будет не иначе как салам херем здравствуй доченька здравствуй сыночек не более как поэтому вот эти традиции аутентичность вот это она конечно подкупает всех наших гостей сразу она сразу завораживает потому что ребенок впервые видит там до женщину в чувашском костюме а она к нему как будто бы к собственному внуку или к собственному ребенку относится естественно людей это вдохновляет именно вдохновляет и вот это вот атмосфера семейственности она является основой для абсолютно всех наших программ благодаря вот этому фундаменту психологическому духовному душевному в том числе тактильному общению со всеми нашими гостями оно дает вот удивительный такой синергетический эффект который люди увозят как знаете как какую-то вот изюминку как какую-то вот бусинку в ожерелье и именно эта атмосфера она заставляет она заставляет людей возвращаться снова 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 и снова но здесь вот только часть у нас признание остальное просто не убирается на слайд мы не стали мы взяли только российского уровня такие самые самые топовые остальные мы даже сюда не включили ну и вот результатом нашей работы с детской аудитории за все эти последние годы стала это был предыдущий слайд последняя строчка лучший менеджмент лучший менеджер по детско-юношескому туризму в российской федерации в конкурсе лучший по профессии туризма 21 год вот недавно буквально зарина до гузова вручала нам премию на этот раз премию даже не просто диплом корочка была премия денежная вот премию за лучший менеджмент в области детско-юношеского туризма то есть я считаю что наша команда справилась со своей задачей мы работаем на отлично и вот все что вот вы видите здесь можно несколько вопросов да и вот действительно вот с точки зрения менеджмента да какие у вас есть ну вот ваши лайфхаки как да сейчас принято говорить какие вот есть действительно фишечки может быть вот тем посоветуйте кто только собирается начинать коллеги кстати по возможности включите ваше видео вот тут у нас да больше такой монолог но вот и будет здорово алексей да приветствую вот алексей нас познакомил все гроза с мариной вот и благодаря ему замечательный человек да на одной волне да 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 вот все таки с точки зрения менеджмента я вам расскажу самый основной козырь который позволит вам иметь возвратов посещений казалось бы этнографической деревне у людей ведь какое стереотипное мнение один раз приеду но я же там уже был да чё мне там еще смотреть ну что я же там уже был так вот а самое первое как бы да но лайфхак такое модное слово но такая фундаментальная козырная карта нашего проекта это вот что значит мы первое наперво всегда работаем с точки зрения психосоматики и работы именно в духовном душевном плане когда идет например а один из проектов модули волшебная поляна древних чувашей в этот же момент у нас есть такие удочки крючочки на все остальные продукты мы все равно касаемся этих тем мы страну основу тезис надаем но вот а что дальше возникает вопрос у наших гостей вот любая наша программа из 24 штук она абсолютно вся пронизана вот такими вот крючочками она такими как бы звездочками звездочки пронизывают любую программу потому что тогда у людей возникает тема о я хочу вас сюда о я хочу вас сюда вот это вот перекличка она очень важна и она блестяще работает это первое а второй лайфхак а я вам расскажу наш экспериментальный вариант теперь мы уже идем ну как бы массово если бы не коронавирус мы бы наверное действительно серьезно вышли бы с этим материалом на наш рынок мы берем сопровождение смотрите что что это такое это как корпоративное сопровождение например с точки зрения кадрового персонала это с этим работают грамотные предприятия которые знают что такое социальная политика и у них результаты просто потрясающе невероятно это взрослые люди со своими стереотипами и так далее но тем не менее результат следующий я просто одну один тезис наши библиотекари когда все объединялись в единую кучу там есть теперь объединенная какая-то организация то есть все библиотеки в одну структуру выстроили естественно все библиотекари они уже были на волне своей они были сами себе хозяевами естественно и соответственно свободными трудящими а тут вдруг дружного единую структуру всех подгребает под единую гребенку а им извините давно не 17 лет и руководитель вот этого объединения она когда первый раз приехала говорит марин ты знаешь я не знаю что мне дело с этим террариумом они все каждый сам по себе я не могу ничего сделать я слушай приезжайте к нам и мы все вместе сделаем и вот буквально одного экскурсионного но такого глубокого марш мировоззренческого маршрута было достаточно для того чтобы чтобы люди объединились в одну семью сейчас это очень дружная команда из разных библиотек все республики это команда которая сегодня вместо работы библиотек ведет культурно массово вместо дворцов культуры работу на любую библиотеку зайдите на сайт и увидите что они творят это же просто фантастика какая-то невероятное что-то вот это взрослые а у детей вот что он поскольку мы говорим о детском туризме просто в качестве примера могу сказать что у нас дети например 46 гимназии с четвертого класса начали приезжать к нам в ясну там руководитель преподаватель классный руководитель поняла поняла что мы делаем и какую задачу мы решаем она это видимо так очень хорошо осознала это не единственная группа у нас много таких да вот сейчас перейдем к совсем нашим спецпроектам спецпрограмм и она сказала знаете что сочиняйте что хотите а мы два раза в году к вам будем приезжать и для нас это был стимул для того чтобы мы разрабатывали сейчас дети заканчивают школу это 11 класс вот на протяжении всех этих лет у нас были разные все время программы для наших вот этих деток но что мы получили в результате чему были очень-очень рады девятый класс о г в девятом классе в этом классе ни одного ребенка троечников нет вообще это при том что дети виртуальны это при том что дети сидели там на коронавирусной истории вы помните да это при том что то все 5 10 то есть все дети ударники отличники ни одной тройки ни у одного ребенка это виртуальная школа получается да какая виртуальная школа они приезжали к нам два раза в году на разные программы вот они пошли спецпрограммы то есть например начали мы с волшебной поляны потом мы приехали на фотосессии но мы же рассказываем про костюмы мышь не просто так у нас люб у нас даже обед это рассказывает про национальную кухню особенности с точки зрения диетологии нутрициологии грамотности питания тела то есть у нас любой чих он всегда является очень познавательным ну лёша был он знает как мы работаем так вот и наши детки вот на протяжении всех лет они ездили на разные программы где получали нужную информацию а у нас информация не в монологе у нас всегда в диалоге в интерактиве у нас всегда очень много разных форм особенно квестовых викторин вот эти вот раньше помните у нас была станция озорниться там или да как мы по станциям бегали когда-то но сейчас как это графические квеста мы это вот так называем тем не менее форм работы очень много мы максимально используем все что только можно использовать для привлечения внимания детского это очень важно для нас чтобы каждую минуту ребенок осознанно воспринимал информацию так вот значит а результат у нас в этой группы какой ни одного троечника раз пол класса участвовали на тот момент ну и сейчас тоже участвовали на тот момент в российских обычно наши городских республиканских научно практических конференциях и все завоевывали львиная доля детей призовые места забирали просто забирали все при этом даже несколько детей были выдвинуты на премию президента там у детей какая-то своя есть штука я сейчас не помню что-то там такое то ли стипендии президента то ли еще чего-то но среди детей среди школьников что там есть сейчас неправильно наверняка называю вот номинацию вот эту и самое удивительное что пол класса это же городская школа понимаете это не деревенская и пол класса участвовали три года подряд в театре самодеятельном и на чувашском языке от которого многие школы вообще отказываются да и на чувашском языке ставили постановки выступали с ними по школам города и республики вот такой результат поэтому сопровождение корпоративное сопровождение детей с точки зрения там нужно обязательно учитывать еще психологию да и психику ребенка младшие классы это одна история дальше переходим в средний класс это уже другая история переходим старшие классы там уже третья история но тем не менее каждый фрагмент каждый изюминка каждая программа она как бы взаимодополняет друг друга и вот такой результат и вот сейчас у нас мы насчитываем где-то 20 команд по стать групп которые у нас постоянно 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 а вот например такая программа как этнографический слет но для современных можно пролистать он где-то там давайте посмотрим вот чтобы у нас такой чувашская свадьба это аутентичная свадьба можете сказать вот поток примерно вот за за прошлый год сколько у вас туристов прошлый год андрюша он у нас вообще непоказательный был коронавирус он вообще не пока он он знаете он был таким годом на выживание но удивительно что мы не только выжили слава богу мы все равно потихонечку даже развиваемся нам видимо сама вселенная помогать я не знаю что помогает я понятия не имею но в момент когда нужно сейчас заплатить появляются туристы появляются средства вот так я жила весь год прошлый год со своей командой поэтому непоказательный а вот до коронавирусной истории 19 год значит у нас только новогодние праздники которые являются лучшим событием российской федерации по детскому туризму собирает аудиторию около четырех тысяч детей для нашего комплекса это очень хороший результат поскольку у нас индивидуальный подход мы за массовку не боремся для нас важно чтобы каждый человек каждый ребенок от нас уезжал наполненный эмоционально духовно душевно телесно как угодно познавательно ментально то есть он должен уезжать отсюда другим поэтому массово мы работаем в очень крайних случаях со взрослой аудитории как например родники россии там 400 человек приехали да и все а с детьми у нас группа всегда мало и 25-30 человек даже если их приехало 70 80 как алёша знает там да и то мы делим на подгруппы чтобы вот этот индивидуальный подход в обязательном порядке но бы это обязательное условие мы работаем только так а поэтому вот три тысячи у нас новогодние были праздники собирали мы такую аудиторию в среднем где-то по году у нас выходило пять с небольшим тысяч гостей из них 80 процентов было детей но а вот 20 21 год все изменили всю динамику всю стратегию нашего проекта абсолютно поменяли мы видим что сейчас педагоги и директора особенно боятся брать на себя ответственность и раньше что они боялись на самом деле да и раньше боялись но сейчас еще больше вот это вот вот этот страх просто обуял особенно взрослых которые отвечают за жизни детей поэтому мы видим изменение нашей целевой аудитории у нас пошли семьи и даже сегодня вот я почему в национальном костюме потому что у нас сегодня в гости у нас семейное погружение то есть едут семьи с детьми родители у родителей своя программа у детей своя программа и вот два дня как выходные мы проживаем с и общественно полезным трудом мы и здесь же мастер-классы тут же завтра у нас будет экскурсия вот эта мировоззренческая очень важная для осмысления себя здесь в пространстве и так далее и так далее но вижу что целевая аудитория меняется и если раньше мы выпендривались и говорили ой мы будем работать 10 человек и плюс но сейчас мы понимаем что ты можешь сколько угодно выпендриваться но когда ты понимаешь что тебе еще кормить все семьи а извините команда не маленькая для того чтобы содержать весь этот проект и развиваться хоть по чуть-чуть поэтому два человека и мы будем работать мы будем работать тяжело с потоком ну да сейчас да сейчас андрей очень тяжело с потоком особенно опять вот сейчас когда этот локдаун пошел опять когда эти пцр и бог знает какие qr-коды не знам чего раньше то мы хихикали говорили да везде буква к там коронавирус а тут курорт сейчас уже не до смеху потому что действительно ужесточили все меры мы и так то тут 17 пунктов от роспотребнадзора выполняли каждый каждый посмотрим посмотрим дальше да это вот ваши продукты да звук звук все 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 хорошо раз два три да да сейчас все в порядке да все замечательно значит вот волшебная полян древних чуваший вот она как раз знаковая топовая экскурсия на основ основ и она трижды лауреат российских конкурсов путешествие в древние чувашские сказки и легенды это популярная очень наша детская тема после которой у детей меняются жизни судьбы она адаптирована именно под детский возраст дальше у нас идет стоит гостевой прием мы встречаем как правило детей из других регионов то что наши дети знают как по каким традициям наши чуваши всегда встречали своих гостей как своих близких родных всегда не у нас нет чужих людей у нас все свои близкие родные ну и встречи вот видите на заднем плане вот бабушка чудесно жаль что она от коронавируса ушла из жизни в прошлом году великолепная пиву не соловей наш баба тони а вот вот такие светлые иск вот понимаете они как звездочки вот такие бабушки встречают наших гостей ну как вот не полюбить правда же чуваши когда вот такие бабушки светлые встречают как родных своих близких можно дальше пролистнуть можно дальше пролистнуть андрей до следующий слайд посмотреть да мы очень много занимаемся экологическим воспитанием и экосознанием поэтому здесь вот просто отдельно взятые есть вещи а семантика чувашской избы все у нас было деревянное это очень важно это ценно потому что именно дерево и особое отношение к деревьям у наших предков было и мы конечно же тихонечко формируем отношение к природе через разные разные наши программные продукты легендарный иван-чай у нас по-чувашски называется это чайгорок а мы тоже его заготавливали свое время это прям целое такое погружение в котором участвуют и дети учимся общаться с растениями учимся общаться с травами брать силу травы они просто химический физический состав биологический состав травы дети по-другому начинают относиться к окружающему миру абсолютно этническое чуваши один программ один из программных продуктов который предполагает ночевку но это в основном для иногородних гостей здесь и город чебоксара подключается ну и наши этнографии в нашем проекте в ясне хочу сказать что мы не только зациклены на своем комплексе у нас есть радиальные маршруты которые можно следующий слайд поставить видите до 14 мастер-класс переключился до сида им ключей к счастью это уникальная мировоззренческая платформа которая позволяет детям даже вот в таком в среднем возрасте менять свою судьбу семь ключей к счастью это семь щечепель называется по-чувашски семь благословений когда ты знаешь все эти семь изюминок семь бусинок тогда ты можешь быть абсолютно счастливым человеком и вот такие вот программы они тоже для нас топовые и детки очень любят участвовать она идет форме этнографического квеста форме игры но дает они у вас есть на сайте да и вот сайт сейчас кинул эко ясно эко 10 ясно точка ком вот сейчас тоже посмотрите да да посмотрите 14 мастер-классов это топовые наши мастер-классы не значит что мы сели все дружные начали мастерить но могу сказать что наши детки все лауреаты и призеры всех конкурсов по народным промыслам которые у нас вот здесь проводятся потому что и наша сувенирная лавка практически наполовину сформирована из поделок и сувениров которые делают сами детки они пять дней погружаются в народные промыслы проходят здесь 14 мастер-классов но у нас была такая такая эксклюзивная тема когда дети приехали все старички они возвращаются на 90 процентов из раза в раз хотя вот дети виртуальные да здесь нет сети здесь нет связи здесь нет интернета у нас к сожалению или к счастью даже не знаю как правильно сказать и поэтому дети очень активно погружаются в народные промыслы и вот половина сувенирной лавки это все детские работы которые после продажи детки зарабатывают себе на карманы расходы и сейчас у нас такая идея что мы будем выходить на конкурсы российские с нашей артелью детская артель в том числе на конкурс ладья который самый популярный у нас российской федерации и вот сейчас как раз мы уже видим что у нас более 30 детей уже на уровне мастеров народных промыслов которые могут не просто делать но уже и преподавать а все этнографические слеты так и устроены что дети сначала обучаются а в последний день мы всех дружно выводим тут в соседнюю деревню нашу к шауши в библиотеку а там собираются сельские местные жители и детки местные сельские и наши новички еще пока под мастери но тем не менее уже делятся приобретенными навыками понимаете то есть у нас ребенок становится уже тьютером по сути на протяжении одного этнографического слета то есть вот мы применяем всякие разные такие формы чтобы ребенок понимал зачем ему это надо что ему это дает и опять же развивала его как личность не только духовную но и как лидерскую личность для того чтобы он дальше был успешным в жизни тайна чувашских рун это вообще потрясающая тематика мы ее разрабатывали четыре года вместе с историками этнографами это то что рассказывает наш нам наш чувашский орнамент это руны они кстати в аутентичные времена очень близки славянским рунам очень близки и мы на параллели со славянской культурой даем тему почему же наши чувашские женщины до сегодняшнего дня носят не только программы рода программы семьи и программы богов в своей вышивке в тайной рукописи но и носят украшения которые очень похожи на воинские доспехи и вот эта тема амазонки амазонки она сначала была нестандартной и ученые так знаете несколько опешили когда мы впервые об этом заговорили но когда подняли всю фактуру фактуру не только домыслы через сказки легенды но и археологические раскопки то тогда уже начали даже ученые прислушиваться к этой теме и наш глава чувашской республики сегодня на полном серьезе изучает эти чувашские руны с нашими рунологами это действительно показатель того что есть в этом конкретный потрясающий смысл поехали дальше дальше пойдем туры да ну этнографический слет я уже начинала говорить ясно здраво это такой очень сейчас уже набирает популярность ясно здраво это оздоровление духа души и тела вот как в современном мире немножко так странно как будто бы звучит да но мы знаем что психосоматика вся об этом говорит что все тараканы в голове а наши прародители блестяще знали что баня в том числе как бы баня это является место такое место где идет оздоровление духа души и тела то есть тараканов мы там изгоняем ну и вот по методикам старинным у нас поднят этот тур он в основном конечно пользуется спросом у взрослых людей у детей у детей только познавательные такими фрагментами модулями в абсолютно во всех программах с точки зрения диетологии с точки зрения психосоматики с точки зрения поведенческих каких-то навыков и норм с точки зрения позиционирования себя и так далее и так далее то есть здесь вот много разных вещей которые очень полезны деткам поэтому дети переписывать свою жизнь и судьбу ну этническую чувашу я коротенько уже рассказывала она просто больше по времени идет можно дальше что у нас еще так театр обряды но это вообще потрясающая вещь там такая силище возникает в основном она идет как познавательный фрагмент для детей а вот для взрослых она идет с точки зрения мировоззрения философии что дает конкретно здесь и сейчас тропой и жек это лучший тур про году прогулка среди детских тур маршрутов российской федерации неподалеку от нас есть овраг с мертвой и живой водой это действительно реальный факт лабораторные исследования подсказывают там же ласточкин город а по ходу вот они идут собирают травы рассказываем про силу трав рассказываем про техники саморегуляции рассказываем про географию рассказываем про экологию там же у нас тур стоянка там же у нас костровище и так далее так далее такой небольшой поход на младших класс на младшие классы рассчитан до четвертого класса взрослые детки уже ходят 8 километров и идут они на еще одно сакральное место которое называется улаб-тапри улаб-тапри это холмы богатыря улыпа по сказаниям древним и легендам наш народа произошел от богатыря улыпа и когда он шел там по земле стряхивал там из своих сапог набившуюся там землю то появлялись вот такие вот курганы здесь неподалеку от нас четырех километрах как раз и есть такое место сосновый бор с этими курганами и называется испокон веков улаб-тапри холмы богатыря улыпа экологический слет аналог к этнографическому слету шесть дней пять ночей детки но тема уже экология пошла здесь же как производить сельхозпродукцию наши продукты питания без перекопки земли здесь же у нас и этнографические экологические квесты здесь у нас и походы здесь у нас и все 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 и в том числе как можно жить на природе без химических средств какие можно травы и средства использовать из природных материалов для того чтобы голова была чистая помытая свежая для того чтобы посуда была чистая помыты без синтетических моющих средств здесь вот тема такого экологического сознания мы формируем эко сознание наших деток экологический слет кстати лучшая экологическая практика в российской федерации по итогам восемнадцатого года пролистаем дальше это тоже вас было упомянуто да вот в этом топе наград да особенности нашего парка нашего комплекса ну во первых то что всегда интересно и востребовано национальная кухня аутентичная национальная кухня это пособие для диетологов и нутрициологов на самом деле поэтому когда мы угощаем и рассказываем и показываем проводим мастер-класс об национальной кухне то мы сразу говорим с точки зрения современных диетологов что это за питание почему оно очень гармонично и почему оно правильно парк старинных качелей мы старались восстановить и воссоздать те качельки на которых наши прабабушки катались тоже такой очень интерес проявляется наших гостей не только кстати у детей мы сначала делали качели для деток а потом поняли что взрослые с удовольствием тоже на них катаются поэтому для взрослых у нас специально есть качели под их рост под их вес там тоже все это надо рассчитывать для того чтобы вот эти вот качельки они выдерживали эту нагрузку так интерактивные программы а здесь у нас а фольклорные наши программы это и улахи посиделки это и вэкорды это и вечерние программы фольклорные и всякие разные песнопения хороводные программы то есть много разного всего на самом деле у чувашского народа и праздников очень много было и обрядов очень много было где практически все выстроено на музыке и соответственно мы вот эту нашу музыкальность которая еще отмечена в начале там 19 века всеми музыковедами там фольклористами песенниками не чувашскими а европейскими российскими мы ее конечно эту тему глубоко поднимаем а сейчас вот буквально чуть-чуть нам осталось мы оформляем музей древних музыкальных инструментов чувашского народа у нас их на самом деле было очень много в словаре ашмарин это наш потрясающий ученый который оставил наследие нашего народа для потомков честь и хвала этому человеку начала 19 века то есть ашмарин оставил нам 50 с лишним наименований наименований названий разных музыкальных инструментов чувашского народа и поэтому конечно наша козырная карта эти старинные музыкальные инструмента перед вами вот как раз вы видите фотографию нашего мастера николай андреевич фомериков неподалеку в соседней деревне живет он и играет он и обучает он и делает и сейчас у нас детки вот уже третий ребенок побеждает на научно-профессионных конференций с разными старинными музыкальные инструменты есть мы наша задача возродить любовь к древним музыкальным инструментом и возродить вот эту вот аутентичную музыкальную культуру поэтому конечно больше в чуваши нигде нет этого естественно это наша особенность нашего проекта и нашего комплекса наша фишка кстати наш музыкальный дед мороз в топе в тройке посещаемых дедов морозов страны национальных ну и только в том числе и потому что вот он такой у нас музыкальный играет на разных музыкальных древних инструментах и учат детей место силы дуб кереметь я то что вам говорила уже дан это как бы основа основ это фундамент на котором мы и выстроили весь наш комплекс ну не было бы дуба конечно мы бы смогли но благодаря месту оси марин у вас отключилась все в порядке то есть все вокруг вот этого священного деревня да мы пляшем вокруг этого потому что вы знаете вот основа нашего этнографического комплекса другая если все остальные российские наши этнокомплексы рассказ посмотрите направо посмотрите налево а это вот старый деревянный вешалка а это вот старые тут мы сидим а это вот так вот жили а это вот так вот а я это вот так вот так понимаете туда вернуться больше не хочется у нас все наоборот вы даже когда видите какую-нибудь деревянная ведерка вот в другом этнографическом комнате вам скажут а это деревянный ведерко если кто-то прочтающие такое деревянная ведерка из лепа выпилены все у нас про это деревянное ведерко, будет потрясающая информация, что это холодильник. Это холодильник, это действительно так, потому что в таком деревянном ведерке, плотно закрытом, с грамотной ручкой правильной, которая является замочком и так далее, и так далее, молоко не прокисает очень долго. И даже температуру не набирает молочко. Это холодильник самый натуральный. То есть, понимаете, вот наша отличительная черта такая. У нас нет советского принципа «посмотрите направо, посмотрите налево». У нас нужно и видеть, и слышать, и чувствовать, и щупать, и понимать, и пробовать. И вот тогда появляется вот это триединство состояния духа, души и тела. И поэтому такой результат. Можно дальше пролистнуть нашу презентацию. Как нам добраться? Ну, добраться очень просто на самом деле. Это совсем не сложно. Мы в 28 километрах от города Чебоксары. Здесь трасса нормальная. Дорогу нам федеральное правительство благодаря федеральной программе построило. Мы к нам заезжаем, мы к нам заезжаем спокойно по асфальтной дороге, а здесь внутри уже естественно деревянные мостки и так далее. Правда, они все время требуют к себе внимания, потому что дерево — это дерево, оно гниет. Нам приходится их менять бесконечно, еще чего-то. Ну вот Леша нам подсказал, как лучше это сделать. Сейчас вот немножко после коронавирусной истории встанем на ноги. Я думаю, мы применим этот термин. Теперь хочу резюмировать развитие детского туризма. Тема у нас сегодня такая. В нашем комплексе я расскажу вам результаты с точки зрения родителей и с точки зрения самих детей. Просто несколько фактов конкретных для того, чтобы понимать. Вот все у нас такое странное, в отличие от других этнографических комплексов. Все у нас совсем другое, все у нас совсем непонятное на первый взгляд. А что у вас посмотреть? Первые задают вопросы нам, да? И так далее. Тем не менее, вот и на этом странном, на этом триединстве соединения духа, души и тела древней мудрости и современных ученых, мы имеем вот следующий результат. Вот результат я вам рассказываю. Первый результат такой. Пять лет назад деревенская школа, неподалеку от нас есть село Ишлее. Приезжали детки из 11-го Б класса, это даже не 11-й А, деревенская школа, на экскурсию. После этой экскурсии все дети, я узнала об этом через три месяца, где-то в сентябре, на какой-то конференции, ко мне как раз подошла педагог из этой школы, говорит Марина Гермогеновна, помните вы вот этот класс? Я говорю, конечно, помню. Я их никогда не забуду. А почему? Спрашивает меня педагог. Я говорю, а как их забыть, если это дети из тысячи детей, которые заставили меня плакать? Я говорю, что вы плакали? Я говорю, вы знаете, когда дети, уезжая из поляны, в поезд кланяются нашим прародителям с благодарностью за те знания, которые они для нас оставили, то я, конечно же, слезу пустила, потому что я понимала, что у этих детей какое-то невероятное будущее. Вот все дети той школы, того класса поступили в вузы страны. Половина детей на бюджет. Вы понимаете? Это вообще что-то невероятное. Это фантастика. Деревенская школа, 11-й Б класс обычной деревенской школы. Поступили в вузы страны 100% Половина детей на бюджет. Ну, невероятное вообще что-то. Как так? Как так удалось? Я не знаю, как так удалось. Я знаю только, что дети осознали и поняли, что они сами создают свою жизнь. Своими мыслями, и вы им это помогаете делать. Мы всем помогаем. Мы всем рассказываем, как человек-творец здесь и сейчас создает свою жизнь благодаря древним сказкам и легендам, благодаря новелевским лавриатам и так далее, и так далее. У нас все это понимают и все отсюда и с этим уезжают. Поэтому даже из Якутии к нам едут за этой информацией. Хотя Якутия, извините, от Чебоксары это же тысячи вообще километров. У них своя там аутентичная культура. Они все равно за этой информацией идут к нам. Это первый такой результат. Он самый яркий. Следующий результат, например, следующий, другой. Дети, которым сегодня позволено выбирать, будут они изучать чувашский язык или не будут изучать язык. А у родителей есть право написать директорам школу. Да, мой ребенок не будет изучать чувашский язык. Вот и все. Хотя чувашский язык это один из самых древних языков. Ему 5000 лет этому языку. Он язык-гармонизатор, как говорят языковеды. Об этом еще в начале XIX века господин Марк говорил, что чувашский язык уникальный язык, на нем надо говорить, и тогда ты просто гармонизируешь все пространство вокруг себя, ты становишься счастливым. И вот при этом то, что есть такое право и у родителей, и у детей выбирать, буду или не буду изучать, наши дети, уезжая с поляны, они говорят, например, вот там, если Лена ведет экскурсию, она говорит, тетя Лена, мы больше никогда не будем смеяться на уроках по истории родного края, на КРК, ну, КРК это называется, да, а кто-то говорит, какой красивый чувашский язык. То есть, понимаете, мы, вот это стереотипное состояние, а зачем чувашский язык нужен, мы его разбиваем. И это тоже, я считаю, замечательный результат. Третий результат такой, например, теперь я уже не только про детей, а про взрослых, например, да, например, третий, был у нас, ну, не буду называть фамилии, был у нас товарищ там из Москвы, такой очень высокопоставленный чиновник, прокурор, не буду уточнять, он приехал, знаете, такой вот, ну, что вы мне здесь хотите показать, вот такое у него было состояние отношений, ну, что вы здесь мне тут чуваши покажете, ну, что, быстрее давайте, вот у него такое было состояние. Уезжая, он обнимает меня и говорит, никогда не бросайте это дело, даже если очень будет тяжело в этой жизни, вы единственные, кого я видел, кто этим занимается. И в конце он сказал, все, кто приезжает в Чувашию, в первую очередь должны приехать к вам именно сюда, в Ясну, и тогда мир наш поменяется. А еще один результат тоже взрослый, это барышня, это посол, не буду называть какой страны, тоже, может быть, не совсем, хотя нет, почему это корректно, она разрешила нам это использовать, Никарагуа, посол Никарагуа, Альба, уезжая от нас, она сказала следующее, я не Чувашка, но я ваша. вот такие вот результаты у нас получают наши гости, и поэтому повторных посещений у нас достаточно много, и, знаете, работает, у нас нет рекламы на самом деле, у нас есть сарафанное радио, а сарафанное радио работает так, сегодня приехал, например, папа, через какое-то время он везет всю свою семью, или, например, приехал руководитель своей компании, так получилось, а дальше он везет уже весь свой коллектив, потом, значит, ситуация такая, приехал один класс из школы, потом школа просто заточилась и дружно ехала, они рассказывают и приводят себе к вам своих людей. Да, 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 и вот так, да, и вот так сарафанным радио люди идут, идут и идут, вот я говорю, если бы не коронавирусную историю, мы бы уже и выставочную, ярмарочную площадь уже сделали, и фестивали бы уже все завели, и вот этот вот двор, который несчастный два года мурыжим, эпохи Волжской Булгарии, это 12 век, это наше вот величайшее государство, мировое цивилизация, которое прародители наши создавали, и вот, ну вот, к сожалению, не смогли, а так вообще результаты есть, результаты шикарные, пусть Алексей нам скажет а вот как раз хотел от посещения ясно, да. Коллегам, вот действительно, Алексей, пускай добавит, и вопросы тоже, вот от тех, вот вы сейчас видите людей, кто на самом деле тоже подвиг немножечко маленький совершает, это иркутяне, жители Иркутской области, самого Иркутской, представьте, сколько у них уже времени, вот. Да, у них уже ночь, иркутские дети у нас тут отдыхали неделю, которые приедут, наши чуваши диаспоры, которые приезжали на День Республики, и мы для них организовали, вы знаете что, мы для них собрали все родники России, это было 400 человек из разных регионов, представляете, фольклорные ансамбли, они все выступали на разных площадках, а мы предложили Министерству культуры вот эту вот репетицию провести в Ясне, представляете, иркутские дети что видели, они видели... Вот, давайте от иркутян вопросов, и от Алексея Реплик. Друзья, добрый день, мне очень приятно, что вы сегодня столько говорили, Андрей, Марина, действительно, свои впечатления от Ясны, я могу сказать, очень сильные, потому что то чувство единения с природой, с культурой, которая там раскрывается, и привитие культурных ценностей, раскрытие культурных кодов, которые там запускаются, очень сегодня знаковы, и действительно, это такое место силы, куда нужно и важно возить своих детей, близких, знакомых, для того, чтобы объединялось, для того, чтобы пробуждалась вот эта человечность, о которой мы сегодня говорим. Алексей, а вот ключевой фактор успеха, на твой взгляд, один. Я думаю, как раз искренность, ясность и правдивость, поскольку там как раз создается среда, когда человек себя видит не просто как существо, которое ест, пьет, вознажается, какие-то чувства удовольствия получает, а что он ощущает себя со творцом, и что начинает раскрываться вот это искротворчество, которое заложено в каждом человеческом сердце. И вот эта человечность и радушие, с которым они там принимают, конечно, оно, ну, дорогого стоит. Благодарю, Алексей. Спасибо. Хотя уже сколько прошло времени, да? Год? Больше? Год, год прошел. А впечатление как будто вчера. Благодарю. Собираюсь вам провести спутники. Ой, я с удовольствием. Приезжайте все. Мы рады. Я думаю, что у вас действительно станет больше спокойнее. Вот. У меня небольшой вопрос, Марина. Очень красиво сказали. Вот он один будет с такой прогностикой. Если, например, сегодня было бы 13 ноября 2026 года. Так. Какая я в этот день? Вот сегодня 13 ноября 2026 года. 26 года. А, я понимаю, что ты делаешь. Ты психосоматику запускаешь. Молодец. Мы с этим тоже работаем постоянно. 26 год. 13 ноября. Это всемирно известный центр. Этнографический комплекс Ясна. Который объединяет мировоззренческую платформу многих народов. Который дает возможность человеку стать создателем прямо здесь и сейчас. И у нас как минимум 100 человек ежедневно. И огромная команда единомышленников и соратников, которые здесь и сейчас с удовольствием, с радостью работают с гостями. Я это вижу, я это знаю. Просто нам сейчас немножко нужно пережить вот этот вот тяжелый этап. Желаю, чтобы это воплотилось. Действительно уникальный, на мой взгляд, проект. Очень захотелось к вам приехать. На самом деле, мне кажется, что вот чтобы изнутри это увидеть, как вы это реализовываете. И вот коллеги, иркутяне, какие у вас есть комментарии, вопросы, вот короткие. Ты вот, пожалуйста, потому что, понимаю, уже очень поздно. Вот, пожалуйста, Екатерина, Нина, те, кого я сейчас вижу, да. Еще Екатерина. Андрей, кстати, вот я вижу тоже. Спасибо, что вы пришли после вот нашей проектировки. Вот. Мне кажется, нужно сайт, кстати, посмотреть. Да, видите, я скинул его тоже в чат. И действительно, может быть, контакты Марины тоже мы поделимся. Можно будет с ней связаться, задать тоже вопросы. Вот. Спасибо Алексею за то, что соединили. Вот, коллеги, если есть, то задавайте. Я тоже монолог. Ну, пожалуйста, да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у вас идет напор только на чувашский народ, либо вы еще какие-то запомните, брагиваете. Нет, Ниночка, дело в том, что ясно, вы даже чувствуете ведь, да, само слово ведь старославянское. По-чувашски мы как Янгар звучим, Янгаружи, Янгаружи, у нас неподалеку здесь тоже священное место, так и называется Янгаружи, а в переводе ясно. Мы работаем на аудиторию, которая не имеет конкретных национальных, понимаете, каких-то фанатичных убеждений. Нет. Алексей помнит, мы же даже, когда ведем экскурсию, мы на параллели со славянской культурой выстраиваем. Помнишь, Алексей? Вот приезжали якутяне, мы выстраиваем экскурсию на параллели с их культурой. И тогда каждый начинает понимать, что то, чем владели наши прародители, знанием закона Вселенной, мы просто даем через чувашские сказки. Но это и повод. Вот Марицы, например, после посещения нас, они теперь все свои прошерстили сказки и легенды, свои, марийские. И они сейчас создают аналогичный проект у себя на Мариэл, но через свою культуру аутентичную. Да это же супер! То есть мы научим каждого гостя читать свою культуру, как кладезь знаний, чтобы здесь и сейчас быть счастливым человеком. Как раз наоборот. Мы не фанатеем только по чувашской культуре. Мы когда знаем, что едут болгары, мы выстроим через их культуру. Если к нам приедут башкиры, ну это как бы союз хуну, щит-мельтещичи, наше сакральное число для нашего народа. Здесь как бы платформа единая. А вот если, например, приезжала наша барышня с Никараму, Альба, мы не успели ничего, но через наши сказки, она свои сказки узнала, понимаете? Это же супер! То есть мы, наша задача, чтобы каждый проснулся. Вот чтобы каждый... Семьим идет исток от начала рода и уже... Да. Правильно, понимаете? Да, да, да. Чтобы они более внимательно начали относиться не только к сказкам и легендам, но и к тем традициям, которые раньше были. Потому что, например, вот смотрите, идет, например, какой-то модуль, да? Институт семьи, например, у нас в гостевом дворе. Мы рассказываем, как раньше жили, или почему первую тарелочку, первую ложку там кормилицу семьи надо было, почему разводов не было. Ну и такие вопросики на засыпку. Типа, а скажите мне, дети там или там кто-то, да? Почему не было разводов? И они начинают включать мозг. Вроде бы вот вся традиция проговорена, описана, рассказана, показана, и дети начинают включаться. А как же, говорит, разводиться, тетя Марина, если он в детство учится ладить со всеми остальными, и чтобы тон в доме не повышали. Понимаете, для нас задача, чтобы ребенок не был вот, понимаете, управляем. То есть ему сказали «правда». Он еще говорит, «О, вы считаете, это правда». Ему сказали, это неправда. Родители. А кто родителей учил? А кто родителям передал эти традиции? Да никто. Мы учимся на собственных ошибках. И вот здесь как раз включается сознание, включается менталитет, кончается мысль ребенка. И почему дети переписывают свою судьбу? Только потому, что он начинает включаться во все. Для нас только это, Ниночка, самая главная задача. Нам без разницы, с кем мы работаем. Да пусть хоть и иностранцы, и африканцы приедут. Мы все равно найдем то, что они увезут как величайшую ценность наших предков. Знание законов Вселенной. Можно еще вопрос ваше видение спросить. Да, вот Байкал это всемирное наследие. Это сердце, да, как говорят. Ваше отношение вообще к Байкалу, как вы видите всю эту энергетическую структуру именно Байкала? Как вы чувствуете? Если вообще Байкал это место священное, это место силы, это место, место как крыница чистоты, осознанности для нашей России. Никак по-другому я не оцениваю наш Байкал. Но, к сожалению, в последние годы активно разрабатывая разные туристские программы, в том числе и по ООПТ, это особо храняемая территория, тем не менее, тем не менее, в погоне за вау-эффектом, к сожалению, к сожалению, я считаю, что здесь есть перекосы и есть очень негативные моменты, но их быть не может немножечко, знаете, когда все пройдут через Ясну. Вот до Байкала нужно всех отправить в Ясну, чтобы у каждого появилось понимание, кто он, что он и зачем он здесь и сейчас есть. И потом уже можно на Байкал, пожалуйста, не вопрос, да куда угодно, потому что он по-другому уже не сможет вести себя, проявлять себя, не сможет. Спасибо вам большое. Ну, может быть, я слишком так. Коллеги, да. Вы, думаете, что я тут выпидываюсь, да? Я знаю. Но на самом деле действительно результаты любят другие. Тема, да, это ваше. Мы болеем Байкалом, да, мы болеем своим регионам, то есть мы также можем обострять. Да, конечно. Да, нам ведь не безразличен Байкал, нам ведь тоже не безразличен, особенно мы особенно переживали, когда пытались там трубу эту в Китай проложить, да, с чистой водой. что ли за бред вообще? Это какая-то фигня абсолютная. Давайте слово Андрею дадим. Я просто хотел, да, у меня другое, я хотел Алексею передать модерацию, чтобы он тогда завершил. Вы сдавайте вопросы, я поэтому только просто прошу, мне нужно сейчас отрести. Два вопроса нет больше. Хорошо? Алексей? Да, пожалуйста, я готов модерировать сейчас дальше, модерировать. Можно у меня небольшой вопрос? Марина сказала, что вы ориентируетесь на гости, да, а как вы это узнаете? То есть, они когда регистрируются, как вы эту информацию собираете и когда, на каком этапе? Да, Катенька, я поняла. На самом деле, Катерина, мы насобирали эту информацию давно. Мы ее насобирали давно, она просто зрела, 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 она всегда в загашнике. Вот мой муж вообще про меня так говорит, я не смогу вести экскурсию так, как ты, потому что у тебя все время по-разному. Почему по-разному? Да потому что аудитория разная, люди разные, целевая аудитория разная, и, соответственно, под группу как-то оно само по-своему выстраивается. Но в любом случае, конечно, мы готовимся, Екатерина, мы работаем по записи. Даже если вдруг приезжает к нам семья, наша местная, например, ну так, что, взяли и заехали, ну вот мимо проезжали и решили к вам заехать, да, вот можно мы там та-та-та. Я говорю, конечно, можно, но вот представьте себе, что вы приехали в составе группы, у вас появляется музыкальный мастер-класс, у вас появляется гостевой прием, у вас появляется аутентичность, у вас появляется национальный костер, у вас появляется гостера, они говорят, ой, мы лучше в следующий раз приедем. А вот когда приезжают из другого региона, говорят, вы знаете, мы вот сегодня вот все, вот мы сейчас уедем, вот мы сегодня вечером улетаем, уезжаем, да, все наши сотрудники, которые находятся в комплексе, они все быстро переодеваются, и мы выстраиваем, пусть мини-мини вариант, но максимально погружение в нашу тему для того, чтобы он уехал наполненным. А откуда, ну, естественно, мы знакомимся, спрашиваем Екатерина, а откуда приехали? Ну, это понятно, я просто думала, как это. Да, Июль здесь поехала, поехала дальше, да, так. Спасибо большое. Еще есть вопросы, коллеги, кто-то прошу, задавайте. Приезжайте к нам в гости, друзья, и очень много вопросов снимется, правда, Леша? Да. Если так сложится, то будет здорово, если вы посетите, как у нас, ну, на России говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот, и действительно приезжай туда, ощущаешь просто другие переживания душой, и поэтому уже многие вопросы, может быть, сами собой, так скажем, закрываются, и ты просто, ну, действительно ощущаешь нечто большее, нечто интересное, красивое внутри себя. в том числе благодаря этим замечательным подвижникам, которые там трудятся. Спасибо вам большое за сегодняшнее выступление, Марина, что вы были с нами, что вы столько энергии, тепла своего, так скажем, просвещения раскрыли для нас, и дай бог, чтобы ваше ясно процветало и дальше приносило свою пользу миру, людям, матушке-земле и всему окружающему пространству. Благодарю, благодарю, благодарю. Все, побежала к семейному погружению, к деткам. Спасибо вам большое, спасибо всем, кто присутствовал на этом мероприятии, до новых встреч. Всего доброго, до свидания, приезжайте, будем рады. вам тоже, благодарим. Спасибо огромное. Спасибо. 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 . Спасибо. . 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